Всем привет! С вами Андрей. Сегодня у нас 2 мая. Продолжаются большие выходные. Сегодня мы решили посетить село Рождественное Самарской области, которое расположено на другой стороне реки Волга. Добрались сюда на вечном кораблике под названием Омик. Вот, сейчас пройдемся, может быть, по селу или же пойдем в рощу, которая расположена подалеку. У меня сегодня оператор, поэтому видео будет подлиннее, чем в последнее время. Вот, погода хорошая, солнце, свечи, жара. Обратный корабль нас ждет в 3 часа дня, поэтому времени у нас будет. Оставайтесь с нами, смотрите видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, что он сказал? Полегче глаза. Ну, здесь зума нет, поэтому очень мелко. А почему зума нет? Ну, потому что это телефон, а не видеокамера. Ну, по-моему, я вот так приближаю. То есть, ну, очень плохой конец. У него скилл камеру купить за 14 тысяч пожил, а теперь 34. Ну, так же. Я думаю, что он был ко дню рождения купить. Ну, уже поздно. К прошлому. Миша, когда вы подарили, хорошо. Я подарила вам вообще бабушек. Вот, я стою еще одного. Вот, я стою еще одного. Здесь вот местный рыночек есть, на котором сельские наши жители продают то, что выращивают на своих участках. Рассада, всякие помидоры, картошка, вот я вижу. Морковка, соленье. С соленьем. Ну, и так помелче. Всякий мусор. Даже встречаются, кажется, какие-то средства для мытья посуды и туалетная бумага. Ну, вот село в последнее время, я чувствую, развивается, потому что постоянно проезжают машины. Раньше не было такого велосипедиста и даже какие-то видеоблогеры, по всей видимости. Потому что встретил уже двух человек, которые тоже снимали на видео вот этот вот самый рынок. Это очень удивительно, да. Это вот школа здесь. Сейчас мы к ней поближе подойдем. Посмотрим. Посмотрим. Что-ли там, амбойчика-то есть. И амбой про тролль. Вот тут продается амбой. Да. Сколько народу, они ничего не покупают. Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 О-о-о! Угу. О-о-о! Может быть, держаться за канат? Ой, нет! Ой, мам, уйди! Это я прямо боюсь. Что ты боишься? Он широкий толстый мост. А меня это... Вот так. О-о-о! Здесь... Это... И он какой-то гнилый. Там просто я боялась, что льшив был. И плюс у меня телефон был. Тихоньку, Дорик. На, тебя сильно близко. Может, штабируем? Какие удивительные здесь сосны. Целый лес высоких сосен, метров двадцать в высоту. Удивительные здесь. Удивительные здесь. Елками. Видео, к сожалению, совершенно не передает. Как, впрочем, и масштаб всей открывающейся картины. По-моему, штабили, острые может, так, что пить в мост и, как, в ручках... А-а-а! Тихо! Удивительные здесь. Возвращение на шпаке. Захар. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья мои, настоящий сосновый лес В таком лесу даже что-либо говорить не хочется Хочется просто слушать, как поют птицы, как в траве возятся жучки Недалеко от нас гроза, которая, видимо, дойдет сюда вечером Хорошо, природа родного края Лес, опять-таки, раннее Лето скоро начинается Но пока еще деревья, в принципе, почти голые стоят Трава вылезла местами Хорошая, хорошая поездка в Рождественное Всех сюда зову, хотя, в принципе, добраться сюда можно Как на речном трамвайчике у нас называют его Омик Можно добраться на лодке переправа Стоит примерно рублей 200 или 300 с человека На Омике, соответственно, 50 рублей Можно воспользоваться Если у вас есть велосипед и есть желание прокатиться здесь на велосипеде На Омик или на трамвайчик вас не пустят Поэтому нужно либо на лодке переправляться Либо вот на такой водном такси Водное такси это тоже лодка, немного побольше Там есть навес, есть место, куда положить свой велосипед Вещи Можно так перебраться и потом здесь путешествовать От Рождественного до Выползова Новинки, шляхметь Можно даже оказаться в, как это называется, в заповеднике Самарского лука В общем, здесь замечательно Воздух просто непередаваемый Наконец путешествия попали в дождь Внезапно налетела туча Хотя погода не предвещала И на телефоне не было такого прогноза, что пойдет дождь Немножко намокли Вот спрятались в ничейный вроде бы дом Стоим, ждем Может быть дождь снизит, стихнет Туча, в общем-то, небольшая Кто его знает В итоге промокли Туча, в общем-то, небольшая Туча, в общем-то, небольшая Вот в этом доме Недостроенном убежище Мы как раз и пересиживали Внезапно начавшийся настоящий ливень Не знаю, что было бы Если бы этого дома здесь не оказалось Слышите гром на фоне? Вот Пахнет как после грозы Но это и была гроза Все сырло А тут, оказывается, есть велопрокат Есть велосипеды Самые разные 450 рублей в сутки 150 рублей в час Какой сервис Классно Но только Можно узнать Можно переезжать Брать велосипеды И дорожки на велосипеде Да На этом наше сегодняшнее путешествие В село Рождественное Подходит к концу Надеюсь, что вам было интересно смотреть Как мы прошлись Сквозь чащу Попали под дождь Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал Будет еще много интересного Ставьте лайки Всем пока Аплодисменты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...